Всем привет, меня зовут Даша, и я наконец-то нашла свободное время, чтобы снять для вас новое видео. И в этом видео я хочу вам рассказать, как я вернулась в Словакию, как я проходила карантин, где нашла место для прохождения карантина, где я сейчас проживаю. И немножечко расскажу о своей новой работе и о том, как я сделала себе вакцину от ковид здесь, в Словакии. Так что, поехали! Весь месяц июля я была дома в Украине, и на 30 июля у меня уже был назначен рейс обратно в Словакию. Покупала я билет на 30 июля где-то заранее, где-то за месяц до перелета. Обошелся он мне 8 евро, если не учитывать багаж. Я летела авиакомпанией Райнейр из Борисполя. Перед перелетом мне нужно было еще заполнить две анкеты на двух сайтах. Первый это Corona.gov.sk, где я заполняла свои данные и также указывала место, где я буду проходить карантин. Второй сайт для тех, кто пребывает в Словакию на воздушном транспорте, это Mindop.sk. Там я также указывала свои данные и номер рейса самолета. Эти анкеты мне нужно было показать на паспортном контроле уже здесь по прибытию в Словакию. Когда я прилетела уже в Братиславу, я добиралась до Банской Быстрицы поездом. То есть я вызвала себе такси до железнодорожного вокзала, а там я уже себе купила билет на поезд и приехала в Банскую Быстрицу. Приехав в Быстрицу, я уже заселилась к себе в этот дом, где я сейчас нахожусь. Так, и самое важное, где же я нашла место для жительства на весь месяц август. Искала я себе квартиру, либо комнату на разных сайтах словацких. Я сейчас вам также здесь прикреплю, который вам поможет, если вы вдруг хотите арендовать себе квартиру, либо комнату. Я себе нашла комнату на сайте Базош.ск. Там же я списалась с владельцем данного дома, где я сейчас нахожусь. И он разрешил мне жить с 30 июля до конца августа в этом доме, то есть в комнате. В этом доме живут и другие ребята. Этот дом предназначен для студентов. Живу я со своей подругой, и мы платим, каждый платит за себя за месяц 100 евро. И плюс еще депозит 100 евро, который потом вернут. Мне нужно было проходить карантин либо 5 дней, а потом ПЦР-тест, либо 14 дней уже без теста. Я же проходила карантин 5 дней, и в первый же день, когда я приехала в Словакию, мне на мой телефон пришло сообщение после регистрации на коронагов.ск о том, что в такой-то день, в такое-то время, в таком-то месте мне нужно сдать ПЦР-тест. Когда уже прошло 5 дней, я шла сдавать ПЦР-тест, и я сдавала его в 8 утра, и где-то в час ночи я получила негативный результат. Почему я проходила карантин? Потому что, во-первых, у меня не было ни одной дозы вакцины, и я не подходила под исключение, которые написаны на сайте коронагов.ск. На сайте коронагов.ск есть вся актуальная информация, правила для въезда в Словакию. Следуйте за всеми этими правилами, ведь они могут изменяться каждый день. Во время прихождения карантина я себе искала работу, и нашла я работу в инстаграме в одном из известных баров Банской Быстрицы, работа официанткой. После получения негативного теста я уже сразу же пошла на свой первый рабочий день. Сейчас не буду тратить время, рассказывая про свою работу. Если вдруг вам интересно, напишите в комментарии, я сниму отдельное видео, где буду сравнивать работу в Словакии с работой в Украине, ведь у меня есть опыт работы как в Словакии, так и в Украине. Если вы заинтересованы в поступлении в высшее учебное заведение в Словакии, я вам хочу порекомендовать хорошую компанию, которая называется Little Dream. Они помогут вам с подготовкой всех документов, с подачей всех документов в высшее учебное заведение, с сопровождением по Словакии, с открытием карты ВНЖ, да и с прочим другим. Они работают со студентами не только из Украины, а и со студентами из стран СНГ. Также при этой компании есть курсы словацкого языка. А от меня вы по промокоду Соловьева15 получите скидку в 50 евро. Все ссылки я оставляю под этим видео. Так вот, на сайте Corona.gov.sk, про который я ранее вам рассказывала, там же я зарегистрировалась и на вакцину. Там можно было выбрать либо Джонсон и Джонсон, это которое делается один раз, либо же на выбор, который вам уже выпадет, Pfizer, Moderna и AstraZeneca, насколько я помню. Мне же выпал Pfizer. Также мне пришло сообщение о том, что в такое-то время, в таком-то месте вы можете пойти и сделать себе вакцину. Назначенный день, назначенное время, я уже приехала в эту Рузвельтову Немоцницу. Там же сразу мне нужно было заполнить бумажки, где я давала свое соглашение на то, чтобы сделали мне эту вакцину. Писала свои данные и писала, нет ли у меня каких-либо аллергий на медицинские препараты. Сразу же, когда я сдала эти бумажки, меня отвели в другой кабинет, где меня тоже самое спросили, нет ли у меня каких-либо аллергий. Спросили мои данные и в это же время мне сразу делали вакцину в руку. Это было не больно, я думала, будет больнее. Потом нас отвели в другой кабинет, где нам нужно было просто посидеть 15 минут, просто посидеть, а потом покинуть помещение. После вакцины я ничего не почувствовала, все было хорошо, только под вечер у меня болела рука. Все, я думала, мне будет плохо температура, но значит у меня немножечко по-другому реагирует организм на вакцину. Я сделала себе вакцину Pfizer и через 28 дней мне придет опять же сообщение о том, чтобы мне нужно сделать вторую дозу вакцины. Это уже будет где-то в сентябре, и потом пройдет 14 дней, наверное, и у меня уже будет полная вакцинация. И я получу этот зеленый паспорт. Еще очень интересная информация для тех, кто будет учиться в университете Матея Белла. Специально для студентов УМБ сделали отдельное место, где с 26 августа студенты могут приехать и пройти карантин в отдельном помещении. Это специально выделили 5-е общежитие. Там вы приезжаете, это, конечно же, заранее нужно договориться. Я вам оставлю здесь информацию, либо же в описании. Там, конечно, это не бесплатно, но вас будут кормить и будете там проживать по несколько человек в комнате. И также вас будут сопровождать на место для сдачи ПЦР-теста. А потом, после прохождения карантина, вы уже будете заселяться в общежитие. В общежитии от университета Матея Белла все заселяются 2 сентября. На этом все. Спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии. Спасибо за лайки, подписку. И до встречи.